Александр Грин. Слова. Он довел эту свою мысль до конца, и ему захотелось отрывистых, проникновенных, случайных, ненадуманных слов. Он засмеялся легко и вздрогнул. «Ах ты, милая!» – сказал Корвин, перешел аллею и поспешно зашагал навстречу девушке. Она тоже увидела его и остановилась, прикрывая лицо рукой от яркого света. Пока Корвин не подошел совсем близко, лица их были совершенно серьезны, а сблизившись, открыто и весело улыбнулись. Корвин поцеловал ладонную ямочку у влажной покорной руки Лизы, потом забрал губами покрасневшее ушко, чмокнул и отступил. «О чем вы думаете эти дни?» – спросила она, гладя его рукав. «У меня в голове сидят все важные, торжественные и нелепые мысли». «Лиза», – сказал Корвин, обнимая сильную тонкую талию задрожавшей рукой. «Я думал и продолжаю думать о том, что наш брак должен быть совсем особенный, чудесный, ароматный брак, цельный, как страстная молитва, возвышенный, знойный и радостный. То, что называется у других браком, не любовь, а разложение трупа любви». «Хорошо, милый», – сказала девушка, – «я согласна с вами всем существом. Это то, что я думаю. Но меня такие мысли пугают. Я их боюсь». «Нет», – возразил Корвин. И то, что он стал говорить дальше, представилось ему таким сильным, значительным, что голос его пересекся от искреннего волнения. «Нет, Лиза, вы знаете, когда мы идем вот так, как теперь, изнемогая от любви, мы с вами уже не Елизавета Андреевна Плоходская и не Петр Иванович Корвин, а другие. Теперь мы настоящие, без имен и кличек, те самые, о которых мечтали и какими хотели быть. Это делает любовь. А себя бояться не нужно и стыдно». Лиза взглянула на Корвина благодарными, удовлетворенными глазами. Некоторое время они шли молча. Затем девушка остановилась, проговорив. «Я боюсь не того, что любовь наша исчезнет, а наступление будней, что отношения обесцветятся, перейдут в привычку. Послезавтра в это самое время я буду стоять в церкви с ним рядом, а несколько посторонних людей посредством бумаг, пения и торжественных фраз сделают нас в глазах общества, неразрывно принадлежащими друг другу. Подумала она, и необъяснимое смущение потупило разгоревшийся минуты назад восторг молодости. «Корвин мне еще не вполне близок», – работала мысль. «Через два дня я еще только начну узнавать его как мужа и человека». Тайный страх девушки перед мужчиной, соединяющий боязнь разочарования с самыми фантастическими ожиданиями и бессознательным трепетом жаждущего нежности тела, вдруг затемнел мысли, полные светлых планов будущего, спутал и смешал все. Как всегда, этот страх был неприятен Лизе. От него лицо, фигура и все существо Корвина делалось слегка чужим, односторонне враждебным. Прогоняя смущение, Лиза отстранилась от жениха, говоря. «Мамаша похудела, пьет ландышевые капли и все твердит, что мне рано замуж. Старушки забывают, как жили сами», – ответил Корвин. «А знаете, я придумал вам новое имя». «Какое же?» – «Орешек». «Ореховая девушка? Не очень удачно», – сказала она, ожидая большего. «А почему? У вас глаза и волосы и ресницы орехового цвета», – пояснил Корвин. «Вам не нравится? А я это имя полюбил». Они подошли к тому углу сада, где, изгородь падая по обрыву вниз, под ракитами, искрилась быстрая солнечная полоса воды. За гладким простором реки виднелся синий и голубой лес. Полдень жёг лица. «Теперь я пойду домой», – сказал Корвин. «К вам я заходить не буду. Передайте поклон мамаши. Мы увидимся послезавтра». «Послезавтра», – значительно произнесла Лиза, оставляя свою руку в руках Корвина. Он поднёс руку к губам и, незаметно целуя всё крепче и выше, приблизился к лицу девушки. Тогда, притянув друг друга быстрым объятием, они молча поцеловались долгим поцелуем. Лиза глубоко вздохнула, побледнела и освободилась. А Корвин почувствовал, как волна крови, подступив в гору, перехватила дыхание, утомлённый неразрешающейся близостью женщины. Он опустил руку, улыбнулся и снял шляпу. «Милая Лиза», – проговорил он, – «скоро мы будем одно. Да будет с вами покой». «Петя», – тихо сказала девушка, приласкав взглядом уходящего Корвина. Корвин обернулся ещё раз, прошёл несколько шагов и в нерешительности остановился, удивлённый тем, что уходит не с полным и лёгким, а со стеснённым и беспокойным сердцем. «Что со мной?» – спросил он. «Предчувствуя, что больше не будет счастья», – неожиданно вспыхнули дикие пугающие слова. «Чепуха. Нервы не в порядке», – решил он. Какой вздор! Испуг прошёл, но оставил ещё странный осадок, смесь грусти и раздражения. Чтобы успокоиться, Корвин стал думать обо всём положительном, данном ему жизнью. Он образован, у него есть состояние, на дворе безмятежный май. Его любят, он любит. Разве это не самое большое счастье? С этим он подошёл к калитке и вышел на улицу. Подходя к дому, в котором жил, Корвин испытал вновь суеверное чувство, заставившее его против воли несколько минут назад мысленно произнести суеверную фразу. На этот раз он не испугался, а подумал. «Вот что значит спать плохо две ночи подряд. Я стал чересчур много ходить». И как бы подтверждая это, ёкнуло перебоем его не совсем здоровое сердце. Солнце, впиваясь и ступлённым поцелуем в сухую от жара землю, жгло пустынную улицу. Прохожих не было. Тонкая пыль, рассеянная в воздухе, делала перспективу сизой и выцвевшей. Кусты крапивы, жёлтые одуванчики, неуклюжий деревянный тротуар, пропитанные вековой скукой, мозолили глаза. Откартина тех вела гигантским дневным сном, покоем расслабленности, связанной с жуткой жизнью. Большие зелёные мухи, дети нечистот, летали по фасадам домов. Корвин поднялся на площадку, деревянной, выкрашенной в жёлтой лестнице, и верхняя ступенька скрипнула под его ногой унылым звуком. Скучный дневной свет заливал комнаты. Натёртый пол сильно блестел. В гостиной лежали нераспакованные ещё покупки. Ящики, свёртки, картонки. В растворённую дверь кабинета лесугол письменного стола сброшенный на нём книгой. В распахнутых окнах за белыми складками занавесок плыл искрять голубыми искрами воздух. Как тихо, подумал Корвин, и как грустно от тишины. Присев на стол, он убедился, однако, что настоящей тишины не было. Бесчисленные мухи чертили воздух. Дремотное певучее жужжание их разливалось везде. Роями и поодиночке, вылетая на пыльные косяки солнца, сверкали они следой крыльев и вновь под потолком или на столах, превращались в чёрные неугомонные точки, движущиеся как бы без смысла и определённого направления. Корвин следил некоторое время за ними, а затем, решительно тряхнув головой, стал думать о молодой женщине, с приходом которой пустынные комнаты оживятся смехом, шумом женского платья, звуками полного голоса. Но думал он об этом, не улыбаясь, холодно и, наконец, чуждаясь сам странной своей тоски, пустил в дело термометр. «Вы здоровы», – сказал термометр, когда Корвин вынул его из подмышки. «У вас тридцать шесть и шесть». В передней кто-то двигался. Этот тихий вопрошающий шелест, услышанный Корвинем, напомнил ему о том, что, входя, он забыл запереть дверь. «Кто там?» Вставая и застёгиваясь, сказал Корвин. Шелест усилился. Неизвестный быстро, как бы скользя, прошёл залу, а Корвин, ступив на порог кабинета, запнулся взглядом. В этот момент судорожного кивка головы со стороны женщины он понял, что всё рушится и исчезает, и что вот-вот сию же минуту жалкая истеричная глупость положения собьёт его с ног, отравит и разорит. «Так вот как», – сказал он, путаясь в словах. «Я не ожидал. Как угодно. Прошлое, разделённое на отброшенное и принятое, стало одним. Это я, это моё прошлое», – сказал себе тысячу других мыслей Корвин, неподвижно глядя в бледное, жалко улыбающееся лицо. Было нестерпимо трудно двигаться и дышать. «Я молчу», – злобно проговорил Корвин. «Сядьте, пожалуйста, и говорите. Мне говорить нечего». Женщина села. Недорогая новая шляпа, простой костюм, скрашенный хорошеньким кужаком и брошкой, оставляли впечатление желания нравиться. Выражение серьёзного, с мелкими чертами лица, оставалось насильственно спокойным. Глаза смотрели на Корвина, но взгляд их как бы не доходил до него, возвращаясь к созерцанию горя. Она помолчала, откашлялась и заговорила. Часто останавливаясь, как бы забывая сказанное. Она не находила большей сил ждать вдали от него. Ранее она думала, что расстояние сыграет благотворную роль, а теперь известие о близкой женитьбе перевернуло всё. Прошлое ожило. Всё, что он говорил ей в рассвете их любви, по-прежнему полно для неё значения и силы. Для любви нет времени, нет ушедших трёх лет. Это было вчера. А сегодня она здесь. Или, может быть, он хочет, чтобы она повторила ему все песни, спетые им вчера. «Как вы разыскали меня?» – спросил Корвин, вздрагивая от волнения. «Против воли не возвращается любовь. И вы знаете, что и всё-таки». Он встал, перешёл к окну, смотрел в ту сторону, где сильно и сладко билось третье сердце. «Спаси меня, Лиза. Спаси, Лиза, Лизочка», – мысленно сказал Корвин. «Никто не виноват. Все виноваты». Эта мысль была отвратительна и утомила его. За спиной знакомый молодой голос твердил слова упрёков. Три года назад лес, безудержные льющися из самых ароматных хранилищ сердца слова убеждённой любви. Это было нетрудно вспомнить. Он вспоминал. Смысл тех слов его был таков – жить и умереть вместе. Жизнь благословенная, смерть радостная. Это сказанное три года назад одной женщине было сказано сегодня другой. Всё было похоже – слова, голос, интонация, шёпот и смех. Как будто давно, с незапамятных седых времён, один и тот же возлюбленный голос твердит о счастье, а эхо его подхватывают корвины и множат безгрешно лживые слова, и нет в них силы и крепости. Нет силы и крепости в человеке. «Ради Бога», – сказал корвин, поворачиваясь к женщине. «Мария, моя Мария в прошлом. Ради Бога простите и кончим. Нет любви. Всё равно», – помолчав, сдержанно произнесла женщина. Корвин подошёл к двери, забыл, для чего нужно было пройти ему эти несколько шагов, и возвратился назад. Привстав, женщина замахала руками, затем оперлась левой о спинку дивана, и вся изогнувшись, словно усиливаясь сбросить одолевшую её ношу, выстрелила в бок корвину несколько раз. И на этот раз для корвина в маленькой руке с прыгающим револьвером не было ничего смешного или мелодраматического. Он закричал по-детски, бросился в переднюю и упал, а падая, знал, что вот наступил момент упасть на пол и умереть. Тоскливый ужас, парализовавший тело, был больше сознания корвина, а он не понял всей его силы. Он упал, скорчившись, некрасиво и грузно, и лёгкий холодок начал быстро уничтожать его. Побежали последние мысли. Кто-то, рыдая, поднимал его голову, а в самый последний миг корвина услышал отчётливо. Тиканье карманных часов, возню мух, жужжавших на стёклах окон, опомнился, закричал грузным шёпотом. «Лиза!» «И умер». 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 «И умер».